49 организаций, расположенных на территории Ненецкого округа, этим летом готовы принять на сезонные работы 554 несовершеннолетних. На сегодняшний день заявлений на трудоустройство уже подали 474 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сегодня на расширенном совещании при губернаторе округа сообщил советник губернатора по социальным вопросам Сергей Сверидов. Прием заявок в настоящее время продолжается. Напомню, в прошлом году 44 предприятия трудоустроили, 456 подростков. Работодателям и детям из загруженной казны в рамках кампании по трудоустройству было выплачено 9 миллионов рублей. Самые активные работодатели уже подготовили для юных жителей региона массу вакансий. Временные рабочие места предоставят как частные фирмы, так и муниципальные учреждения и организации. Работодателям, организовавшим временные рабочие места, из окружной казны компенсируются фактические затраты по выплате заработной платы несовершеннолетним. Дополнительно дети получат материальную помощь из окружного бюджета. Главная задача сегодня – активизировать работодатели региона. Хотелось бы отметить те организации, которые заявили большее количество готовность принять несовершеннолетних. Поликлиника – это окружная больница 123, это с учетом объектов на селе, центральный район поликлиника 50, чистый город 155. И выделить администрации трех сельских советов – это Приморско-Куйский, Великовисочный и Пустозерский, которые изъявили желание трудоустроить по 15 детей на благоустройство территории муниципальных образований. Впрочем, в селе Великовисочное предусмотрены дополнительные рабочие места для подростков, желающих этим летом заработать. Об этом губернатор округа в режиме видеоконференц-связи сообщила глава муниципального образования Татьяна Жданова. Помимо 15 подростков на благоустройство, четверо будут заняты в деревне на сборе дикоросов. Чем будут заняты, прошу прощения? Ну и созданный индивидуальный предприниматель будет заниматься сбором дикоросов. И четверо подростков будет трудоустроено дополнительно. В этом году планируется трудоустроить рекордное по сравнению с прошлыми годами количество несовершеннолетних. Рабочими местами обеспечит около 700 школьников. Такую задачу – максимально охватить оплачиваемым трудом всех желающих подростков – поставил глава региона Игорь Кошин. Вопрос устройства на работу подростков будет обсуждаться 19 мая на совещании с работодателями, в котором также планируется участие представителей прокуратуры и трудоинспекции. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.